Здравствуйте! В эфире передача Анатомия болезни. Онкология является одной из основных причин смертности среди детей и подростков. Ежегодно примерно 400 тысяч детей и подростков в возрасте от рождения до 19 лет заболевают раком. Процент детей, излечившихся от рака, зависит от степени развитости стран. Например, в странах с высоким уровнем дохода от рака излечивается более 80% детей, в странах с низким и средним уровнем дохода – это цифра менее 30%. О самых распространенных видах онкологии среди детей мы поговорим с заведующим отделом детской онкологической клиники, доктором медицинских наук Рейманом Исмаил-Заде. Здравствуйте, доктор! Здравствуйте! Что вызывает рак у детей? Почему рак так помолодел? В основе развития рака лежит накопление множества нарушений в геноме клетки. То есть, здесь именно играет важный роль два класса генов. Гены супрессеры, гены протонкогены. Значит, вот они играют важный роль регуляции клеток, дифференцировки клеток. Когда наступает мутация, то есть что такое мутация? Это функциональное структурное изменение гена, нарушается вот это вызревание, нарушается регуляция клетчевого деления и возникает рак. Но в зависимости, в какой клетке наступает эта мутация, половой клетке, герминальной клетке, то есть или же стоматической клетке, опухоли бывают наследственные или ненаследственные. Вот как раз у детей значительный процент наследственной опухоли. Это означает, что одна мутация передается по наследству. И если ребенок получает вторую мутацию уже в жизни, тогда вот наступает опухолевый рост. Вот это вот концепция двойного удара. То есть две мутации. Впервые в 1971 году Кнардсен как гипотеза он выдвинул, а потом жизнь подтвердила, когда гипотеза подтверждается, это истина. Он получил нобелевский рост за эту концепцию двойного удара. То есть вот, например, особенно это, например, опухоли сетчатка, ретинобластома. Есть ген ретинобластома в 13-м хромосоме. Вот когда наследственная форма, уже ребенок с рождением одна мутация есть, второе получает, значит, наступает наследственная форма. Если же с рождением у него не было мутации, но он приобретает сразу две мутации, это уже спорадистский. То есть это отличается от течения болезни и так далее. Также некоторые опухоли, эмбриональные опухоли у детей, вот нефробластома, гепатобластома, нейробластома, они вот именно процентов 20-30 передаются по наследству. Поэтому роль здесь генетических факторов очень велика. А как для врача, чем для вас отличается детская онкология от взрослой онкологии? Понимаете, вот нельзя ставить знак равенства онколог, детский онколог, взрослый. Я как-то вот лет 15 работал взрослым онкологом, потом как-то меня назначили заведующим детской онкологией, белорусской неонкологией. И я тогда сам почувствовал, что такое детская онкология. Это совершенно другая область. Во-первых, структура, болезни разные. Если у взрослых лейкоза составляет на 2%, у детей это 30%. Как много! Да. Если, например, у взрослых опухоль головного мозга составляет 1,6%, то есть даже не 2%. У детей это 20%. Если лимфома у детей, например, 12%, а у взрослых это 5%. То есть, и я еще говорю, что лейкозы это не те лейкозы, которые у детей. У взрослых, например, хроническая форма лейкоза, лейкемии, около 30%. У детей практически это не бывает. А оставшиеся, вот 70% из них, мелобластная лейкоза преобладает. А у детей в основном лимфобластная лейкоза. Поэтому даже взятые нозологические формы, они отличаются. Наверное, и лечение тоже. И лечение, да. Я скажу позже лечение. Да. И, наверное, как для врача, вам намного тяжелее работать с ребенком. Когда ребенок болеет, это все-таки тяжелее. Это тяжело психологически. Да, и вообще, первое время, когда я стал детским онкологом, мне было очень тяжело. Очень. Это аура, это вот жалобы родителей и так далее. Ребенок, который повзрослел за месяц-два, да? Это, понимаете, ну, потом как-то, потом привыкаешь. Привыкаешь, и вот среди моих пациентов есть даже кандидаты наук, бывших пациентов, есть банкиры, есть и другие люди в другой профессии. То есть, когда их увидишь, это для врача, это большое счастье, увидеть своих бывших пациентов или присутствовать на свадьбе их. Вы знаете, мне пришлось неоднократно присутствовать на свадьбе бывших своих пациентов. Значит, структура заболеваемости у детей преобладает эмбриональные опухоли. Это вот типичные детские опухоли. Опухоль возникает из эмбриональной ткани. Мы это видим на УЗИ? Мы это видим, конечно, на УЗИ, вот при компьютерной томографии мы определяем, и когда удаляем или биопсируем, мы получаем заключение морфолога, мы знаем, что это, например, опухоль почки, это нефробластома, это эмбриональный опухоль. А у взрослых, когда рак почки, они по-разному лечатся совершенно. Если рак почки удаляешь, и больше ничего не надо, если нигде ничего нет. А у ребенка нефробластома надо лечить где-то 27-28 недель химиотерапии. То есть это высокочувствительный опухоль. Это 5 месяцев, 4-5,5 месяцев. Даже больше, да. То есть эмбриональные опухоли, они отличаются тем, что они более чувствительны к химиотерапии, к лучевой терапии. Поэтому, к счастью, они лечатся лучше. Поэтому лучший результат лечения, вот вы назвали там, в развитых странах. Я должен вам сказать, что мы не отстаем. Наш результат лечения уже вплотную приблизились к европейским результатам. У нас очень... Каждая опухоль, каждая нозология лечится по европейским протоколам. Протокол СИОК называется. То есть Международная ассоциация с детсконкологов. Другие международные протоколы. Мы внедрили все международные протоколы. Лейкоз, например, лечится у нас Москва-Берлин протокол или же БФМ протокол. Это Берлин-Франкфурт протокол. Например, нефробластома лечится, амбрелла протокол, это европейский СИО протокол. Медулобластома лечится по немецкому протоколу опухоли мозга. То есть все опухоли лечатся по международным протоколам. И у нас, я должен вам сказать, что, благодаря огромному авторитету нашего директора Джамиля Аззевича, у нас очень хорошее оборудование. Очень хорошее оборудование. Которое приближает нас к Европе, да? Да, не только приближает, может, на одном уровне. Вот я вам, если позволю, расскажу один эпизод. Пожалуйста. Интересно, что мы были в Израиле, группа врачей, главврача. Нас пригласили в Ихлов клинику, в Тель-Авиве. И нам показывают, вот какие у нас лучевая установка для лучевой терапии и так далее. И очень так. А потом показывают нам аппарат Трубим, который у нас уже работает лет 8. То есть они думают, что у нас, наверное, старая установка для лучевой терапии. А вы знаете, это очень важно на современном аппарате лечить детей. Знаете почему? Потому что правильно планировать объем облучаемых тканей, чтобы нормальные ткани не облучались. Не облучались. Потому что организм ребенка это растущий организм. И потом же возникает, например, опухоль мозга, возникает интеллектуальная проблема, Ай-Кэффект падает. А мы хотим лечить, чтобы они были полноценными гражданами республики, а не инвалидами потом. Знаете, это очень важно. Или у нас современные аппараты компьютерной томографии двумя рентгеновскими трубками. Лучевая нагрузка гораздо меньше, чем в других аппаратах. То есть мы же часто обследуем, иногда раз в два месяца обследуем, и каждый раз большая нагрузка. Это для будущего очень важно. Для качества жизни, для того, чтобы уменьшить количество вторичных опухолей. Это очень важно. Что значит работа на современном аппарате. Также и, простите, современная химиотерапия по протоколам и современная хирургия. У нас, если надо, задействуем весь потенциал нашего онкоцентра. Доктор, тут такой момент. Вы отметили, какие виды онкологии чаще всего встречаются у детей. Но сейчас родители должны быть внимательными. Давайте им расскажем по порядку. Что такое лимфома? Каковы первые признаки? Как это заметить у ребенка? Так, лимфомы встречаются где-то 12% случаев. Лейкозы 30%. Я потом расскажу про лейкозы. Да, да. И про опухол головного мозга. Потому что, если взять вот по частоте заболеваемости, на первом месте лейкозы 30%. На втором месте опухол головного мозга 20%. На третьем месте лимфома 12%. Потом идут нейробластома, нефробластома. По 7-6%. Ну, хотя бы на трех локализациях нам следует. Лимфома – это злокачественный опухоль лимфоидной ткани. Лимфома у детей есть. Ходжкинская лимфома, лимфома Ходжкина. Или лимфогралноматоз тоже. Называю второе имя лимфогралноматоз. Но правильная лимфома Ходжкина. И не Ходжкинская лимфома. Примерно 60% – это лимфома Ходжкина. А 40% – не Ходжкинская лимфома. Лимфома Ходжкина возникает в основном, значит, в животе, в органах кишечника, там, где перерывская беляшка, так называемая, это тоже лимфоидный орган. И средостейник. Основное, вот, это 60% ниже диафрагмы, это беклеточная лимфома, смотря как, из каких элементов исходит. И нередко вот эта лимфома выходного, когда тонкая кишка переходит, толстая кишка, вот в этой части мы называем элеоцикальный угол. Вот там лимфома часто у детей маленьких приводит к непроходимости. Это, кстати, хорошее явление, когда непроходимый сразу попадает в клинику, оперирует, и диагноз мы устанавливаем раньше. А если не наступает непроходимость, они поздно обращаются, и опухоль иногда, иногда вы представляете, на весь живот, да, вот так. Живот имеет живого места. Вот такое тоже бывает. Ну, к счастью, вот, и когда средостейник, это те лимфомы, так называемые, темус, нам связано, там, значит, если есть плевральная жидкость, можно взять плевральную жидкость, и диагноз можно установить даже без биопсии. А лимфома обязательно надо биопсировать, потому что биопсийный материал идет на иммуногистохимии, потому что нам надо знать, какой фенотип этой лимфомы, беклеточный, какой она, теклеточный. И там протокол лечения зависит от именно типа лимфомы. Да. Вот лечится, говорим, беклеточная лимфома, блочная химиотерапия, 6 блоков, высокодозный метрексат, то есть для этого, конечно, условия надо, у нас есть условия, надо определять уровень метрексата в крови. И вот, к счастью, к счастью, уже даже наши результаты где-то 80-85% они полностью выздоравливают. Если беклеточная лимфома лечится блочной химиотерапией, то 6 блоков, то есть получается где-то 5 месяцев лечит. А те лимфомы лечатся в течение двух лет, то есть полгода это интенсивное лечение, и полтора года это так называемая поддержка. Проблема возникает, когда химиорезистентная опухоль, представляете, да? У нас нет как-то рычага воздействия, а когда высокочувствительная опухоль, но современная программная химиотерапия, она позволяет, я говорю, большинству детей достичь вот таких хороших результатов лечения. Иногда таргетные препараты для беклеточной лимфомы, ритуксимаб, так называемый, он именно вот сидит 20 клеток, уничтожает дополнительно к этому лечению. Вот вы отметили про непроходимость и сказали, что это хороший симптом, потому что мы можем найти в самом начале. Но если нет, то может ли запор, может какая-то другая проблема с желудком? Да, жалобы, конечно, сначала сложно уловить, потому что болит живот очень во многих заболеваниях, да иногда просто беспричинные колики могут быть, какие-то погрешности питания и так далее. Но если вот это везет, когда вот именно инвагенация наступает и попадает на стол хирурга, хирург во время инвагенации, так называемого, хочет выровнять, управлять вот это самое, но видит, что там опухоль. Но в таких случаях хирурга должен всегда вот то, что они удалили, послать мои исследования. На гистологию. Потому что иногда в районах просто думают, что это простая инвагенация, и как будто пытаются разрешить эту проблему, но это надо оперировать, причем и послать на исследование, потому что без гистологии мы не можем начать лечение. Другие жалобы на боли в животе, да, на отсутствие аппетита, воздутие живота. Да. Просто ребенок может терять в действии. Какая-то вот общая такая слабость и так далее. Ну, таких ярких, кроме того, что в опухоли, в животе пальпируется опухоль, ярких таких признаков нет. Но в каждом районе на больнице есть ультразвуковый аппарат. То есть можно... Периодически? Периодически можно. Я к этому очень положительно отношусь, когда просто чек-ап. Даже вот в роддоме ребенка надо посмотреть живот ультразвуком. Если там не только там врожденные опухоли и так далее, что и бывает. Иногда мы можем даже до рождения ребенка установить диагноз с помощью ультразвука, что в районе надпочечника есть объем массы. Это не эробластома железная. Причем она, эта болезнь протекает несколько вот у этих детей, маленьких совсем до года, и новорожденных по-другому. Тут надо выжидательную тактику. Или же в малом тазу есть опухоль. Мы знаем, что это может быть. Но после рождения, если мы ультразвуком проверяем, то значит мы можем знать аномалии развития, удвоение почки. Или какие-то другие патологии. Подковообразная почка. Или удвоение мочеточек и так далее. Но кроме опухоли мы можем найти порог развития. И плюс еще мы уверены, что там вот после рождения все было нормально, чтобы для сравнения. Понимаете? Доктор, а вот если говорить о лейкозе, что такое лейкоз? Какие виды лейкоза чаще всего находят у детей? Лейкоза это самая большая группа. 30, даже надо больше. Это, будем говорить, это лейкемия, это белокровие, это рак крови. Это злокачественный процесс. То есть в костном мозге, где именно вызревание нарушается и незрелые элементы, незрелые лимфоциты и другие элементы выбрасываются в кровоток. То есть властная трансформация наступает. Костный мозг поражается. Это форма рака. Какие признаки есть? Признаки, вот если поражен костный мозг, значит падают, эритроциты снижаются, лейкоциты могут быть очень высокими. Но иногда в норме, так называемый аллейкемический лейкоз. Тромбоциты падают. Это уже вот намек, вот если снижены, слишком снижены тромбоциты, эритроциты, анемия, тромбоцепения. Здесь в анализе крови, если есть балласты, это уже лейкоз. А если нет, в любом случае, таким детям надо пункции костного мозга. Это несложная процедура. Мы знаем, как вот фабрика работает. У нас вот тромбоцитарное звено, лейкоцитарное звено, эритроцитарное звено. Как работает три цеха, да, образно говоря. Как работает. Если она не поражена, значит, это не лейкоз. Да, если вот фабрика не поражена. Признаки, вот когда тромбоциты низкие, значит, кровоточивость. Петехия, это такой вот, типа, геморрагическая сыпь маленькая. Или листиняки. Неизвестного характера. Да, непонятно, вдруг вот на фоне полного благополучия, вдруг листиняки. Насовое кровотечение. Или кровотечение из десен. Самое страшное, конечно, кровоизлияние мозга. Бывает, к сожалению, редко, но очень серьезное осложнение. Это вот в плане, что нарушение свертываемости. Когда вот снижается, практически иногда до нуля снижается нейтрофилы, равноциты, это, конечно, всегда сопровождает инфекцией. То есть мы это видим уже. Инфекция, температура, присоединяется инфекция, потому что нет защиты. Нет защиты. Организм прозрачен перед инфекцией. Не только бактериальная, грибковая, вирусная и так далее. Вот часто инфекционные эпизоды, непонятные температуры, и температура, которая, в общем, не снижается. Это тоже серьезный признак. Но диагностка лейкозов не сложна. Понимаете? Как пара миллилитров, пара кубиков крови и пара кубиков костного мозга. Мы можем полностью фенотипировать тот же лейкозы. Какой лейкоз? Лимфобластный, мелобластный. У детей, к счастью, лимфобластный составляет 25% где-то. Она лучше лечится, чем мелобластный. У взрослых, наоборот, больше мелобластных. Так, и лимфобластный тоже делится. Белие теления, как вот лимфомы, например. Они похожие болезни, очень чем-то родственные, будем говорить, болезни. Вот белые козы лучше лечатся, чем телеекозы. А как они лечатся? Да. Тоже лучевая терапия? Нет, нет, очень задают вопрос. Лучевая терапия при лейкозах исключительно, когда профлактика. ЦНС применяется только тогда. Лейкоз – это практически курабельная, излечимая болезнь, если правильно выбрана тактка лечения, если фенотипировано правильно. То есть мы берем космоз не только там под микроскопом смотрели, какие-то элементы там, это L1, L2, L3 вариант, но мы еще фенотип надо смотреть. На каком уровне остановится созревание вот этих самых лимфоцитов. То есть это PRE-B, PRE-PRE-B или COMMON-B вариант, то есть или зрелый B вариант, то есть так называемое иммунофенотипирование. То есть мы по кластеру определяем, какой лейкоз. То есть телеэкоз, если телеэкоз какой, белеэкоз – это какой белеэкоз. И выбираем тактка лечения. Есть очень много протоколов. Потому что последнее время, последние 20-30 лет, очень много сделано в плане лечения. Раньше, вы знаете, белокрови было чуть не там фатальной болезнью. Теперь она почти курабельная. То есть 85-90, даже 95% выздоравливают. Конечно, бывают резистентные случаи. Вот полученные результаты не только благодаря использованию современных схем химиотерапии. И мы еще так называемое сопроводительное лечение. Потому что раньше эти больные, эти дети, в общем, мы их потеряли из-за того, что у них вот сразу после введения гормонов, химиоперапаратов, лизий синдром, так называемый. То есть распались эти клетки, и организм практически отравляется продуктами распада. Вот у нас, например, был случай, когда мы в выходные дни, и мы три раза провели гемодиализм, чтобы очистить организм от этого. То есть непосредственно причиной смерти не лейкоз, а осложнение лечения. То есть налажена вот эта вот подготовка. И плюс еще современная протокольная химиотерапия. Есть британский протокол, есть французский, есть немецкий. У нас в основном немецкая программа, BFM очень эффективная схема. Она не так токсична, как французская, элембийская схема. Но хороший результат достигнут. Лечатся, значит, дети полгода где-то основное лечение и полтора года поддержка. А после этого, ну все время под наблюдением врача, время от времени пункции костного мозга. Здесь главное, что вовремя быть в ремиссии. То есть вовремя 15-й сутки или 33-й сутки, когда костный мозг зачешается от балластов. То есть это уже хороший признак, что в дальнейшем мы можем продолжить эту же схему и ждем хороших результатов. Вы еще отметили, что чаще всего встречается онкология головного мозга. Да. Вот это страшнее или это просто по процентной соотносительности? Ну, это серьезная болезнь, да. Тем более у маленького ребенка опухоль головного мозга. Вы знаете, это очень серьезный диагноз. Ну, около 20%. То есть каждый пятый онкологически больной ребенок практически опухоль головного или спинного мозга. Это узнает, какой большой процент. И причем опухоль у детей отличается. Опухоль головного мозга у детей и у взрослых тоже отличается. У детей в основном задние черепные ямки. Это медулобластома и пилостарная страдостома. Пилостарная страдостома лучше лечится. Только радикального удаления хватит. А медулобластома лечится почти в год. И там ядром терапии является, ядром лечения является лучевая терапия. Как бы ни было, мы без лучевой терапии не можем обойтись. И после завершения лучевой терапии, причем головного и спинного мозга всей центральной нервной системы. Где бы мы ее не нашли, да. Нет, у нас задние черепные ямки, это головной мозг, но облучаем мы полностью ЦНС и спинной мозг тоже. Потому что она может по жидкостной системе, по ликварной системе распространяться по всей ЦНС. Поэтому облучение и химиотерапия при лечении металлообластома. Если опухоли низкой степени злокачественности, они лечатся лучевой терапией и некоторой химиотерапией, но не так агрессивно. Их можно локально облучить. Тут еще один момент. Из всего того, что вы сказали, я так поняла, что лучше всего находить онкологию в самых ранних стадиях. Насколько это возможно? Да, это вообще в онкологии, да. Вот если говорить о... Вот мы отметили симптомы других часто встречающихся видов онкологии. А если говорить о опухолях головного мозга, что должно родителю подсказать? Ну, какие симптомы бывают? Значит, поскольку преобладают опухоли задней черепной ямки или инфротентериальной, мы говорим, там сдавливается четвертый желудочек, тут нарушается циркуляция жидкости. То есть повышается внутричерепное давление. И иногда гидроцефалия, иногда даже в редких случаях вклинение может быть, потому что насколько... Знаешь, тогда что? Вот беспричинная рвота, по утрам особенно, рвота, которая не связана с питанием. Тут просто рвет, да. И если ребенок может говорить, головная боль, конечно. И иногда диплопеду. Раздвоение в глазах, да. И если же это супротентериальное, то может быть порезы, параличи. И иногда даже эндокринные нарушения, вплоть до диабета и так далее. Потому что это средняя где-то гипофиз. Неврологический дефицит, конечно, у этих детей. Но маленькие дети совсем, которые не могут говорить, но если у них вот рвет и голова увеличивается, потому что у них швы еще не срослись, вот это настораживает. То есть не рахит, это надо невропатологу, и глазное дно надо смотреть. Если Эдема там, Эдема тоже. То есть тогда можно заподозрить опухол головного мозга. Ребенка, мама берет, прежде всего, педиатру. Педиатр должен знать, что вот эти симптомы опасны. Лимфоузер на шее, если безболезненный, большой лимфоузер, это более опасно. Чем болезненный. Чем болезненный, да. Вот некоторые говорят, а не болит, но это плохо. Онкология не болит. Да, это вот именно может быть онкологией. Потому что другие вирусного генеза, бактериального или там аутоиммунных заболеваний, она болезненная. Вот хотя бы вот самый простой пример. Спасибо, что уделили нам время и пришли к нам в студию. Спасибо вам за приглашение. А я хочу отметить, что на наши вопросы отвечал заведующий отдела детско-онкологической клиники, доктор медицинских наук Рейман Исмазада. Не болейте. Продолжение следует...